Так, кто меня слышит? Я привлекаю, пытаюсь привлечь внимание. На диванчиках там, на стульчиках, на полу. Давайте мы покучнее здесь сядем, спереди. Кто может? Вот здесь еще есть место. Вот там еще есть место. Я попрошу парня, который сидит за ноутбуком, поставить нам слайд, никогда не сдавайся. Музыка опять пропала. Вот, и следующий слайд. Вот, как все началось? Расскажу вам, вам же интересно, да? С чего все началось? Я постараюсь вам вкратце рассказать. У меня есть 45 минут, чтобы взорвать ваш мозг. Окей. Время засек. Музыка опять пропала. Расскажу, как все началось. Все думают, что вот проект никогда не сдавайся, он как бы, знаете, вот просто начался проект, и начался, и все, и начался проект. Но я вам расскажу. Все началось с того, что в третьем классе, вернее, в первом классе я начал заниматься танцами. И в третьем классе, когда я был, мне пришлось выбирать, в какой класс пойти. Так получилось, я очень благодарен за эту жизнь, что я попал в экспериментальную школу. И, знаете, после третьего класса мне нужно было определиться, кому из вас в таком возрасте приходилось принимать первое решение в жизни. Это было семь, сколько, семь-восемь лет. Я очень хотел быть актером. После третьего класса, знаете, и мама отдала мне в танцевальный класс. И я скажу вам, что следующие десять лет своей жизни я занимался танцами. Можете мне представить, я занимался танцами бальными, классическими. На мне были такие, знаете, я постоянно ходил в велосипедках таких обтягивающих, белая футболочка, носочки тянул возле станка, проводил восемь часов в неделю. Вот, и следующие десять лет я проводил в этом. Но, знаете, однажды пришло решение, мой папа был очень потрясающим художником. Мой папа был очень потрясающим художником, известным. Я сам из города Орел. Это 460 километров от Москвы. Вот, давайте музыку выключим, она отвлекает все-таки. Биджей сегодня не в настроении. Вот, и сейчас мы такую интимную обстановку создадим. Я хочу вам глубоко проникнуть в ваш мозг, в ваше сердце сегодня. Знаете, мой папа был потрясающим художником. И как любые родители, мой папа хотел, чтобы я был кем? Художником. Художником. И знаете, я занимался 10-11 лет танцами. 10 лет танцами. Когда мне исполнилось 15, я преподавал брег-дансы, набрал свой собственный класс, 8 человек. Мне было 15 лет. Знаете, сейчас, когда я оборачиваюсь назад, тогда в 15 лет для меня это было нормально. Мне в 15 лет я преподаю брег-данс. Ну что, я уже с 8 лет занимаюсь танцами, почему в 15 лет я не могу преподавать брег-дансы? Я собрал класс, я собрал себе группу ребят, которые хотели, сказали, Паш, мы тоже хотим заниматься брег-дансом. Я пошел в Центральный дом культуры. Мне было 15 лет тогда. Я пришел к главному ДК культуры женщине и говорю, знаете, я хочу преподавать брег-данс, дайте мне класс. Это было в центре города Орел. Она сказала, что я буду иметь с этого. Я говорю, мы и весь мой класс мы будем выступать на всех ваших мероприятиях. Она говорит, хорошо. И помимо того, что в 15 лет у меня было 8 часов танцев в неделю, еще 6 часов я посвящал брег-дансу. Мне было 15 лет тогда. Сейчас я хочу вам сказать, что кто-то из вас 15 лет уже упустил, когда вырабатывается цель устремленности в жизни. Знаете, когда мой сын в 3 года понял, что он хочет научиться скачивать игры с App Store, он это сделал. Сейчас ему 5 лет, и он загружает все, что хочет в iPad. Он добивается всего, чего он хочет. Имеет лучшие игрушки в 5 лет. Он знает, как манипулировать папой. У меня есть двое детей, кстати, кто не знает, у меня есть двое детей. Одного зовут Павла Павлович, и дочку зовут Доминика. Павла Павловичу 5 лет, а Доминике будет 3 года в марте. И я хочу вам сказать, что сегодня, вот смотрите, сегодня, следующие 45 минут, они самые ключевые в вашей жизни. Сейчас вы поймете, почему. Потому что кто-то из вас до сегодняшнего момента уже что-то упустил. Но это не значит, что вы еще не можете это настигнуть. Слышите? Я так благодарен каждому из вас, что вы сегодня здесь. Знаете почему? Потому что вы не уйдете отсюда прежним. Знаете, когда я понял, я потом вам расскажу про 12 принципов, как никогда не сдаваться. Еще расскажу, покажу вам пару крутых видео, которые будут для вас таким волшебным белком, которые, знаете, смотивируют вас что-то делать в этой жизни и не боятся. Сегодня мы с Русланом посмотрели там двух ребят, которые вообще не умеют на гитаре играть, но поют песни. И я Руслану задаю вопрос. Говорю, если эти двое пацанов на одном видео зарабатывают 2,5 тысячи просмотров, их 2,5 тысячи просмотров получают, то почему сегодня ребята, которые умеют очень круто это делать, стесняются просто показать это кому-то? Если кто-то из вас знает Стива Джобса, да? Ну кто-то из вас же знает Стива Джобса. Помните, он однажды говорил, что кто меняет этот мир? Люди, которые, знаете, немножко потеряли связь со своим мозгом. Вот здесь. Потеряли. И я хочу вам сказать, когда мне было 15 лет, когда я преподавал при танце, я начал бунтовать против всей системы школы, я начал бунтовать против всей системы моего города, я был сам на скандальном школе, и тогда, в 15 лет, я думал, что это нормально. Но все, что я хотел, знаете, что я хотел? Чтобы на меня обратили внимание. Почему? Потому что мои родители не обращали на меня внимания. Когда мне исполнилось 16 лет, я продолжал бунтовать, и я вам скажу, что меня выкинули с 9 класса. Выкинули с 9 класса. Потому что я курил на уроках английского, и умудрялся еще парты поджигать, потому что я ненавидел учителя по английскому. Кстати, сегодня я, на сегодняшний день, я закончил три курса американского колледжа по специальности переводчика английского языка. Но я хочу вам сказать, я поджигал парты, я был самым скандальным, я мог кричать на заучи, я мог на директора школы кричать. Я считал, что это нормально. Но с 9 класса меня выкинули. И тогда появился папа, который говорит, знаешь, ты же знаешь, что я мечтаю, чтобы ты был художником. И все свои три месяца, лета я потратил на то, чтобы научиться рисовать. Целыми днями я рисовал, целыми днями я рисовал. И все, что мой папа хотел, чтобы я стал дизайнером, потому что в Орле на тот момент открылся факультет дизайна, училище. И деканом этого факультета был лучший друг моего папы. Я все лето занимался. И друг моему папе сказал, он может завалить два экзамена, и пройти хотя бы один, и тогда я его протащу на факультет дизайна. Потому что дизайн в будущем будет высокооплачиваем на тот момент. Это после 9 класса. Я готовлюсь летом, прихожу на экзамены, хорошо делаю рисунок, рисую композицию и рисую живопись. Вот живопись-то еще куда не шло. Рисунок нормально прошел. Живопись куда не шло. Но композиция, все, что нужно было сделать в композиции, передо мной поставили 4 предмета и сказали собрать из этого креативную композицию, как ты это видишь. Там был кувшин, яблоко, простыня, еще что-то. И я все это собрал, и в центре всего нарисовал паука здоровенного, синего, сине-черного цвета. Я считал, что это креативно. И знаете, мой папа встретил меня на следующий день и говорит, знаешь, я же могу с вами искренне, искренне говорить, да? Мой папа встретил меня и говорит, я говорю, пап, ну что я буду художником, как и ты? Буду дизайнером в будущем? Он говорит, нет, сын, знаешь, не будешь. Я говорю, почему? Он говорит, мой друг сказал, что у тебя руки заняты сразу. Ты никогда не будешь ни дизайнером, ни художником, никогда не будешь хорошо рисовать, никогда не будешь ничего создавать. Я говорю, хорошо, и решил вернуться в 10 класс. И я прихожу через зауча, обратно вернул документы в школу, с которой меня обновили. Прихожу на линейку, и мой зауч, вернее, мой классный руководитель посидел на 1 сентября. И она сказала мне, Деев, я прошу тебя, не возвращайся, я не выдержу еще 2 года тебе терпеть. И я говорю, знаете, Нина Владимировна, ну потерпите еще 2 года. Я знаю, вашего сердца хватит. Но я хочу вам сказать, что она продержала меня 10 класс и выкинула меня, поставила все тройки и перевела меня в вечернюю школу. У нас была одна в городе вечерняя школа, и там учились самые отборные креативные люди. Я встретил самых из всех школ, которые можно было найти в городе Орел, собрали самых поджигателей парт, самых, кто курит на уроке английского, короче, всех придурков города собрали в одной школе. Ее назвали Вечерняя, 49-я. И я попал туда, вы знаете, бывший танцор, брейк-данс и так далее, и так далее. И я начал, короче, на весь мир тогда обиделся, я понял, что я не был художником, никогда дизайнером не буду. Уже как-то и танцевать уже не было, не хотелось. Я понял, что руки растут из задницы. И все, что я хотел сделать, знаете, какая моя мечта была в вечерней школе? Я хотел работать на рынке и купить себе ладу. Я хочу, чтобы вы понимали мое мышление, что Диев не таким был всегда, какой сейчас является. И я хочу вам сказать, что то, какой я сейчас являюсь, это не тот, который я буду в будущем, через год и через два. Но я хочу вам сказать, когда я заканчивал, причем я закончил вечернюю школу на 4-5, что неудивительно, просто нужно было немножко на прессе. И знаете, когда я заканчивал вечернюю школу, врачи нашли опухоль головного мозга у меня. Опухоль головного мозга, которая совершенно несовместима с жизнью. И эта опухоль... Врач мне сказал, тебе осталось жить около трех месяцев. Эта опухоль послужила золотым здоровенным пинком в моей жизни, когда я понял, что терять уже нечего. Бояться уже нечего, тебе все равно нечего терять. И знаете, что я сделал? Тогда я впервые в жизни понял, что я сам могу принять решение. Я принял решение поехать в Москву. Поехать в Москву и поступить в американский колледж на переводчик английского языка. И я пошел, и первый курс, когда я попал на первый курс, в моей группе никто не говорил по-русски совершенно. Все мои учителя были с Америки, никто вообще не говорил по-русски. И чтобы отпроситься хотя бы выйти в туалет, тебе нужно было перерыть весь словарик, чтобы придумать, как это все вместе слова собрать, чтобы она поняла, что ты хочешь в туалет. И знаете, я благодарен вообще за то, что сегодня люди додумываются сделать такое погружение в английский язык, потому что это работает. Вот. И я поступил на переводчик английского языка, но на третьем курсе я понял, что я дико хочу быть дизайнером. И я хочу вам сказать, что через два года, я, честно скажу, я искренне сегодня буду с вами разговаривать, я бросил институт. Однажды утром я проснулся и сказал, я больше не пойду туда никогда. Я хочу заниматься дизайном. Я купил дешевенький компьютер, который сохранял по 2-3 часа дизайн в фотошопе, хотя я начинал не с фотошопа. Я начинал с какой-то фотопрограммы, которая всегда все сливала. Если кто-то из вас знает, что фотошоп, такой фотошоп – это штука, которая раскладывает картинку по своям. Я работал в фотопрограмме, которая делала один слой всегда. Если ты где-то запорол дизайн, тебе нужно было вернуться назад и начать все сначала. И не допустить ошибки. И я хочу вам сказать, что следующие полгода мой дизайн был таким. Иногда один дизайн я делал по 3-4 недели. Потому что приходилось возвращаться назад и начинать все сначала. Я не знал, что есть фотошоп, оказывается. И когда я научился работать в этой фотопрограмме, которая попалась мне, знаете как? Когда я купил компьютер, она вдогонку попалась в коробке просто фотопрограммы. Я научился делать дизайн и сделал тогда первые свои флайеры, пригласительные, рекламу каких-то мероприятий и так далее. И с этими знаниями я пошел устраиваться на работу дизайнером. Я хотел работать дизайнером. И я пришел на собеседование, показал все свои флайеры, пригласительные. И он говорит, слушай, ты такой талантливый. Ты же в фотошопе работаешь? Я честно вам скажу, честно, искренне. Я сейчас хочу, чтобы вы увидели суть, увидели немножко глубже, что я вам рассказываю. Я не понял, что такое, что за вопрос вообще. Что значит фотошоп? В каком еще фотошопе я должен работать? Я говорю, я не знаю, что такое фотошоп. И он задает вопрос, тогда в чем ты это все сделал? Я сказал ему, знаете что, первый свой флайер я сделал в программе Word. Он очень удивился. Он говорит, а как же ты додумался сделать его цветным? Я говорю, купил цветную бумагу. Вот. И он сказал, хорошо, я даю тебе две недели, я уезжаю в отпуск, чтобы ты выучил фотошоп. Я сейчас хочу вам немножко необычные вещи рассказывать. Знаете, я хочу, чтобы вы поняли, ваша целеустремленность откроет все двери вашей жизни. Ваша целеустремленность откроет все двери вашей жизни. И я потом подведу итоги. Короче, я выучил фотошоп. Потом случайно попал работать на канал СДС. Случайно начал работать помощником продюсера. Случайно начал работать помощником Лайбы Вайкули. Случайно начал работать помощником группы Иванушки. Случайно начал работать в телевидении. И мне начали доверять звезды своих животных. Собак, кожи. С этого я начинал. И отвечал за всех их животных. Звезд, которые работали в шоу-бизнесе на тот момент. Мне было тогда 18 лет. И потом я пошел работать дизайнером. Когда я пошел работать дизайнером, туда, куда я пришел работать, они спросили, ты случайно не знаешь, как работать веб-дизайнером? И я просто начал копаться в коде. Я был не женат, у меня была куча времени. Мой компьютер всего лишь 4 часа сохранил дизайн. Я там не так много. И потом мне задал директор вопрос, ты мог бы заниматься видео? Я говорю, конечно, я мог бы заниматься видео. Но мой компьютер сохранял видео 8 часов. Вы сейчас смеетесь. Ну, тогда я реально сохранял видео 8 часов. Это был Селерон 133, если кто-то из вас знает, что это такое. А потом был 230, а потом появился первый Пентиум. И Пентиум все равно сохранял видео 8 часов. Вот, и я сохранял, я просто хотел делать. И я хочу вам еще один секрет открыть. Знаете, что вас останавливает от того, чтобы достичь своей мечты? Вы знаете, что что-то не получится. Но на тот момент, когда я начал всем этим заниматься, я думал, что сохранять видео нужно 8 часов. Я не знал, что можно 15 минут сохранить видео. Что есть такие компьютеры, оказывается. Все, что я мог себе позволить, на тот момент, что могла мама с бабушкой мне купить, это был Пентиум первый. И я сохранял видео 8 часов. И оно очень тормозило. Тормозило, тормозило. И я потом пересматривал, когда он сохранял 8 часов, и где-то, если склейка вылетала, что я делал? Я заново начинал делать видео. И потом директор, с которым я работал, ему с Америки привезли фотоаппарат. Тогда это было Konica Minota 7D. Тогда еще такие фотоаппараты существовали. И он говорит, ты мог бы заниматься фотографией в нашей студии? Я говорю, конечно. И с того момента я начал учиться фотографировать. И мне попалась на тот момент рядом девочка, которая была мастером спорта по плаванию Украины, юниором. И она просто хотела чего-то научиться. Она тоже танцевала много, танцевала хип-хоп. И она говорила, я мечтаю научиться фотографировать. И говорит, можешь ли ты мне доверять фотографировать все репортажи нашей студии? Я говорю, конечно, могу. И однажды меня вызвал начальник и говорит, не давай, пожалуйста, вере в фотоаппарат. Я знаю, что ты хочешь ее научить. Потому что из шести снимков не смазаны только два. Но я хочу вам сказать. Четыре дня назад эта девочка перелетела в Киев. Сейчас она известный фэшн-фотограф в Лондоне. Она снимает для самых известных журналов модельных обложки. Все, что я делал в следующие полтора года, когда коника Минолта Синдэ попала в ее руки, знаете, что я делал? Терпел. Я верю, что у Веры получится. Сегодня она известный фэшн-фотограф. И она живет в Лондоне. Знаете, что привело ее туда? Целеустремленность. И второе, что ее привело туда, она не знала, что есть рамки. Она не знала, что есть правила, которые запрещают ей что-то сделать. Она просто набрала денег на первую визу. Она просто набрала денег на первую Canon 10D, который тоже очень долго сохраняет фотографии, как ты фотографируешь. Она просто набрала денег на загранпаспорт. Она просто набрала денег на первый перелет. Она просто первый раз полетела в Лондоне снимать. Ее просто первый раз там заметили. и сказали, что у тебя руки и задницы растут, но ты хорошо видишь кадр. И все, что она делала, она не сдавалась, так же, как и я. Я хочу вам сказать, что потом я начал заниматься музыкой, и когда мне было 18 лет, я не знал, что в 17 лет не выпускают альбомы хип-хоп. Но я его выпустил, занял денег, заказал первую партию 100 дисков. Потом я стал диджеем, нашел человека, который инвестировал, купил мне первый диджейский пульт. На тот момент, в 2006 году, ни у кого не было диджейских пультов, а у меня было. Знаете, что у меня? Почему у меня был диджейский пульт? Я не знал, что его нельзя иметь. Я просто нашел человека, который инвестировал в мои желания, в мои мечты. Я просто хотел быть диджеем. И я просто поделюсь с вами, что делать целеустремленно с человеком. И однажды, когда одна молодежная организация, они полетели в Уфу проводить вечеринку, молодежная организация, они искали диджея. И узнали, что я уже три недели как диджей. И говорят, ты можешь полететь с нами, провести вечеринку там? Я полетел в Уфу. И оказалось, что мы проводили вечеринку в клубе, который открылся неделю назад. Он был в самом центральном в Уфе. И когда мы провели вечеринку на 400 человек там, ко мне и к парню МС, который проводил вечеринку, он заводил толпу. Подошел директор этого клуба и сказал, ребята, я плачу вам зарплату, снимаю квартиру, только оставайтесь в Уфе. На тот момент мне было 19 лет. И вы сейчас спросите, как ты все сумел сделать, так много добиться в этот период, с 18 до 23 лет? А я вам хочу сказать, что я знал, что ночь, она не для того, чтобы спать. Если я хочу чего-то добиться в жизни, потому что возраст 18-23, и вы, организм вообще не воспринимает усталости. Вообще не воспринимает усталости. Это самый крутой возраст, чтобы чего-то достичь. Но я знаю, что самый крутой возраст сегодня, я понимаю, смотря на моего сына, сегодня сыну моему 5 лет, и он профессионально занимается футболом. И я хочу вам сказать, что у вас есть время, на самом деле, до лет до 50 вы можете что-то начать с нуля. Я вам серьезно говорю, даже в 50 можно что-то начать с нуля. И когда мне будет 50, я обязательно что-то начну с нуля. Выучу, например, итальянский язык. Не знаю, японский, китайский. Но я хочу вам сказать, что останавливает вас это знание, что что-то может не поучиться. И я хочу вам показать следующее видео. Внимательно, на экраны посмотрите. Еще раз на пробел. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 увеличивается, уменьшается и так далее. Все это делается в фотошопе. Целеустременно что делает? Человек, который не знает, что это невозможно, а он просто видит цель, он говорит, я буду тем, кем я себя вижу. То люди с крутыми высшими образованиями становятся вашими помощниками. Ее хватило на два дня моих помощников, потом она просто уволилась. Но на этом не закончилось. Потом я нашел другую студию, потому что в этой студии мне стало неинтересно разрабатывать классные шмотки, джинсы и так далее. Я нашел пять лучших студий Москвы и написал в них свое резюме. И меня пригласила студия Шон Дизайн, которая делает весь дизайн для фильмов русских, которые выпускаются в кинотеатрах. Я поступил туда. Начал с ними работать. Но когда я поработал с ними полторы недели, я понял, что я работаю на их уровне мне стало скучно. И я оттуда уволился. То, что я хочу вам сказать. Если вы целеустремленный человек, который четко знает, чего он хочет в жизни, то вы выбираете, а не за вас выбирают. Слышите? Когда у вас есть цель в жизни, вы выбираете свою жизнь, а не жизнь выбирая за вас. И сегодня каждый из вас, вы посмотрели это видео, ты уже победитель. Каждый из вас рожден победителем. В каждом из вас заложена победа уже. Но вы просто об этом не знаете. Потому что общество, в которое вы попали, семьи, школы, садики, они сказали вам, что вы не победители. Почему? Потому что сегодня обществу невыгодно, чтобы каждый из вас был чемпионом. Потому что серый вороне, сороке, некомфортно с белой вороной рядом. Потому что у него кишка тонка, чтобы встать на ноги и поверить в себя, найти, раскопать себе, кто я, и так же добиваться цели, как и вы. И все, что нужно, все, что сегодня комфортно сделать толпе, это вас понизить до их уровня. Это легче сделать. Толпой опустить человека до вашего уровня и сказать, сиди, у тебя ничего не получится. Знаете, когда я начал мечтать, я помню, два года назад начался мой год, я написал планы на этот год. Я знал, что я полечу куда-то далеко, где я никогда не был. И 15 января мне написал друг с Китаем, он говорит, прилети ко мне на неделю просто так. Вот ты полетишь через Гонконг. Я хочу, чтобы ты посмотрел на Гонконг. Когда я прилетел в Гонконг, ребят, я понял, что когда я вернулся оттуда с Китая, я прожил полторы недели в Китае, вернулся оттуда, я понял, что прошлого попал в Диево уже нет. Я понял, что рамок в мире вообще нет. Их придумали люди. Сказать вам, что у вас ничего не получится, ребят. Да нет, ты никогда не будешь путешествовать. Знаете, я из маленького города. Я родился в маленьком городе Орел. все, с кем я вырос, ребята, до сих пор там живут. Они до сих пор верят, что они рождены для этого города. Что выше, они никогда не прыгнут. Ну, я хочу вам секрет рассказать, они все допрыгнули до Турции. Все допрыгнули до Турции, потому что там есть же пару раз в году есть горячие путевки. И они туда съездили. Вот, но я хочу, чтобы мы еще одно видео посмотрели, которое тоже сейчас даст вам волшебный пинок. Попробую. О, классно. Да. Скорее всего, из тебя выйдет такой же баскетболист, как из меня. Наследственный, знаешь ли, а из меня еще тот баскетболист. Так что, я к тому, что выше головы не прыгнешь, поэтому у тебя масса талантов, но не спортивных, так что нет смысла тратить время, ошиваясь на баскетбольной площадке. Ириана? Верно. Ну, давай. Бросай. не слушай никого, кто скажет, будто ты чего-то не можешь, даже меня. Понял? Понял? Если есть мечта, оберегай ее. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять, что их тебя не будет. Оставай цель, добейся. и точка. Пойдем. Следующий с вами. Поставил цель, добейся и точка. Однажды я понял, что я хочу вам секрет рассказать, с чего началось. И кто-то из вас знает, да, что такое 30 дней вызовов. Вообще, ученые говорят, что 21 день нужен для того, чтобы что-то изменить в своей жизни. Ровно 21 день. Первые 3 дня это медовый месяц, или знаете, медовые 3 дня в вашем вызове. Когда все круто, вам ничего не хочется. Но 5 день, на 5 день вызова, вы принимаете решение, что вам это не нужно. Это бред какой-то. Зачем я выбрал этот вызов? И знаете, когда у нас уже был проект «Никогда не сдавайся», я сейчас скажу, с чего началось. Знаете, я очень острый на язык был. Ну, в классе самый скандальный был. Я понял, что таких троллей, как я в интернете, миллионы в ВКонтакте. Но людей, которые бы просто верили в кого-то, их нет. И я не видел, что в комментариях кто-то в кого-то верил. Я видел, что все постоянно друг друга троллят. И я начал делать фотостатусы, которые просто говорили бы о том, что у тебя получится. Через месяц я заметил, что кто-то еще начал делать фотостатусы. Потом еще фотостатусы появились, еще фотостатусы появились, 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 появились. И первый фотостатус, который я сделал, он говорил, что мешает тебе, а что останавливает тебя? Точно, ничего. И этот статус стал очень знаменитым на тот момент. И проект начал расти, независимо от меня. я случайно запустил вирус под названием «Никогда не сдавайся», который захватил... Знаете, когда я начал приезжать куда-то в города, я удивлялся, что люди носят фотостатусы у себя на мобильных устройствах. Я ничего для этого не делал. Я просто принял решение изменить себя. Мне надоело быть троллем, который постоянно всех троллит в интернете. Я захотел найти трех людей, вдохновить их. И сейчас эта мечта до сих пор продолжает быть. Но появился парень, который открыл кофейню в свои 24 года. Появилась девочка, которая открыла свой бизнес. Появился парень, который не верил, что он не получится быть хорошим мужем. Сегодня у него потрясающая семья и двое детей. Но до сих пор я в своей голове держу трех людей. И я увижу, хочу увидеть, что они полностью состоялись и стали успешны не до конца жизни. Я знаю, что однажды я напишу на еду этих трех людей, которых в самом начале захватил проект «Никогда не сдавайся». И где-то через 40 лет я напишу о них книгу. Выберу трех людей, которых полностью перевернул проект. Но был день, когда я понял, что когда я стал арт-директором в одной крупной организации, и я мечтал об этом около 7 лет, что однажды я буду арт-директором, когда я понял, что я всем занимаюсь. Я снимаю клипы, я работал в шоу-бизнесе последние три года с очень известными звездами. Я работал и продвигал их в интернете, занимался их пиаром. Также работал дизайнером, и стал арт-директором. Работал с компанией Blackstar, с Timothy, работал с Livan, работал, ну, на теках, кто-то знает, кто-то нет, с ребятами много мы сделали вместе. И в этом ритме я понял, что, знаете, раньше я любил пить пиво, а потом появился другой напиток под названием кофе. И я просто заменил, я понял, что я просто кофеголик сумасшедший. Это, знаете, как уже просто тебе прет вот это, знаете, как многие, знаете, почему многие курят? Их не привлекает никотин, который попадает в кровь, им нравится процесс. Вот ты, ты куришь. Процесс. Выводок в моей жизни это, это то, почему я курил, почему я очень быстро бросил свои 12 лет. Начал я курить 9 лет, Начал курить 9 лет и в 12 бросил. Вот. А в 13 лет я немножко выпивал где-то полтора литра водки в день. Мы тоже бросили. Вот. Я такой, знаете, с большими стандартами в жизни. Если пить, то нормально надо. Уже прикалываться. Вот. И за последние 3 года, за последние 4 года кофе стал самым топовым напитком в моей жизни. Я терял зрение из-за кофе. У меня постоянно болело сердце из-за кофе, постоянно болела голова из-за кофе. Когда я начал изучать, что такое кофе и что происходит с организмом, когда кофе попадает в организм, что происходит вообще с иммунной системой, с вашей кровью, с вашей водой, с вашими суставами и так далее, вам лучше не читать. Потому что вы лечитесь любимым напитком. Вот. Но однажды я думаю, что будет, если я просто запущу статус? 30 дней без кофе. И запустил нас в угол. Вот. Сегодня мы запустили 30 дней вызова. Я, кстати, у меня есть сегодня я бросаю вызов кому-то из вас. У меня есть такие наклейки на лэптопы, на компьютеры. И у нас есть, мы найдем сейчас маркер или ручку, и каждый из вас, кто сегодня смельчак, возьмет вызов 30 дней без или 30 дней с чем-то? 30 дней бега, 30 дней воды. У меня сейчас новый вызов 30 дней воды. Пить постоянно 2,5 литра воды в день. И есть еще маленькие наклейки с вызовами на ваше мобильное устройство. 30 дней без мата. Без ватсапа. 30 дней без ватсапа. Знаете, я так счастлив, что, знаете, в России, в Украине ватсап вообще никак не используется. Вот. Вайбер используется, да. Вот, но я, когда я запустил 30 дней без кофе, знаете, я почитал много книг, что первые 3 дня они медовые. Но когда я запустил 30 дней без кофе, первый день я ехал на работу, я понял, что я сейчас зайду в Мак, куплю, по привычке, латте, сяду в маршрутку, доеду, там выпью еще американок. И я вышел на остановке, подхожу к Макдональдс и такой, это же 30 дней без кофе. Теперь 30 дней без любимого напитка. Я говорю, это были самые жесткие 30 дней в моей жизни. Самые жесткие вообще. Я, знаете, прям избавлялся, как кофе, как будто выходил из моего организма. У меня колбасило иногда. Ночью не мог уснуть. Или кофе пахнет, ты возле кофе не проходишь. Что происходит? Дай постою рядом. Стоишь там, кофе варит. А вы что-то, вы что-то будете? Нет, я просто, я постою просто. У меня еще 14 дней. 14 дней чего? У меня еще 14 дней нельзя пить кофе. И знаете, когда закончился мой вызов 30 дней без кофе, я помню, я пришел в кофейню и понял, думаю, сейчас лату возьму. И не хочется, блин. И я хочу вам сказать, что ученые говорят, что 21 день меняет вашу жизнь, когда вы что-то принимаете решение. Но мы взяли больше, 30 дней. И я хочу, чтобы кто-то из вас сегодня подумал, вот просто сейчас буквально 15 секунд, подумайте, без чего вы не можете жить или чего не хватает в вашей жизни сейчас? спорта, чтения, английского языка, общения, не знаю, танцев. Или, допустим, что бы вам нужно лишить? Допустим, может, алкоголь убрать из жителей, наконец-то. Не знаю, перестать носить розовые лосины, ну, не знаю, резинки разноцветные. Вот. Руслану перестать разноцветные джинсы носить. 30 дней без разноцветных джинсов. Вот. Просто подумайте сейчас. И после этого вечера кто-то из вас примет решение. И я, и вы, кто-то из вас следит в контакте за группой, да, Never Give Up. Никогда не сдавайтесь. Вы видели, что происходит? Один парень смельчак взял и написал 30 дней бесспорно. Так его из друзей все поудаляли. Он говорит, ну, я просто искренне написал 30 дней бесспорно, навыку поставил. Смотрю, все поудалялись из друзей. Говорит, ты извращенец. Он говорит, а вы кого-то не смотрите. Он говорит, мы смотрим, просто не говорим, а ты смельчак. Ну, он крутой, конечно, мы с ним переписывались, он прям, у него даже, он женат, и у него отношения с женой восстановились даже. Вот. 30 дней без мата кто-то берет призывы, и тут вдруг друзья окружающие говорят, ты что, матом ругался? Нет. Ну, как бы, да, немножко когда никого нету, да, да, маршрутка вверх, вот ты выбегаешь, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи Ты не поверишь Но ты умещался вот здесь Я подымал тебя и говорил твоей матери Наш малыш лучше всех Он вырастет самым лучшим парнем на свете И ты рос таким замечательным Здорово было, каждый день был счастлив для нас Но пришла пора стать самостоятельным Выйти в люди и ты вышел Но где-то по ходу дела изменился Перестал быть собой И ты позволил другим Тыкать в себя пальцем и говорить Ты ни на что не годен А пришлось трудно Ты старался сказать виноватых в этом И нашел мою тень Я скажу то, что для тебя не новость Мир не такой уж солнечный и приветливый Это очень опасное, жесткое место И если только дашь слумину Он опрокинет с такой силой тебя Что больше уже не встанешь Ни ты, ни я, никто на свете Не бьет так сильно, как жизнь Совсем не важно, как ты ударишь А важно, какой держишь удар Как двигаешься вперед Будешь идти, иди Если с испугу не свернешь Только так побеждают Если знаешь, чего ты стоишь Иди, бери свое Но будь готов удары держать А не плакаться и говорить Я ничего не добился из-за него Из-за нее, из-за кого-то Так делают друзья А ты не трус Быть этого не может Я всегда буду тебя любить Что бы ни случилось Ты мой сын плоть от плоти Самое дорогое, что у меня есть Но пока ты не поверишь в себя Жизни не будет Но пока ты не поверишь в себя Жизни не будет Последние две недели У меня кольца говорят Пока ты не поверишь в себя Жизни не будет Двенадцать причин Никогда не сдаваться Прочитаем вам небольшой текст В какой-то момент В разных аспектах своей жизни У нас наступает период Когда мы чувствуем себя так Как будто сдаемся Иногда мы сдаемся даже прежде Чем что-то начать И в другой раз Отказываемся от всего прежде Чем сделаем этот огромный Прорыв к успеху Потому что понимаем Как много усилий Нужно для этого приложить Я прочитаю вам Двенадцать причин Почему вы никогда Не должны сдаваться Я надеюсь Что вы найдете свою причину Прежде Чем заранее сдаться И это вдохновит вас На то, чтобы двигаться дальше Первая причина Пока вы живы Все возможно Единственной Уважительной причиной По которой вы можете сдаться Является ваша смерть До тех пор Пока вы живы Здоровы и свободны У вас есть выбор Чтобы совершать попытки До окончательного успеха Вторая причина Будьте реалистами Вероятность Освоения чего-то С первого раза Очень мала Все требует Времени Чтобы этому научиться И вы будете Совершать ошибки Но учитесь на них Третья причина Вы сильные Вы сильнее Чем вы думаете Одной маленькой Неудачи Недостаточно Чтобы остановить вас В процессе достижения Своего успеха Недостаточно Будет также И десяти И сотни И тысячи неудач Проявите себя Если вы не хотите Быть известным Как кто-то другой То это слабость И говорит о том Что вы сдаетесь Выходите И показываете себя Остальному миру А также Самому себе Вы можете И добьетесь того Чего намеревались Сделать Вы потерпите Неудачу Только тогда Когда сдадитесь Пятая причина Делали ли это раньше Если кто-то другой Смог сделать это То сможете и вы Даже если только Один человек В мире Сумел достичь Того Чего желаете вы Это должно стать Достаточной причиной Для вас Чтобы никогда Не сдаваться Шестая причина Верьте в свои мечты Не предавайте Самого себя В жизни бывает Много людей Которые говорят вам Что вы хотите Достичь невозможного Не позволяйте Никому урушить Ваши мечты Седьмая причина Ваша семья И друзья Позвольте людям Которых вы любите Стать вашими Вдохновителями На то Чтобы продолжать Упорно Двигаться дальше Возможно Вам нужно будет Попробовать Посмотреть С другой точки зрения Больше учиться Больше практиковаться Но никогда Не сдавайтесь Восьмая причина Есть люди В худшем положении Чем вы Прямо сейчас Есть много людей Которые находятся В худшей ситуации И в худших условиях Окружающей среды Чем вы сейчас Хотели бы вы Отказаться От пробежки В 5 километров Подумайте О людях Которые не в состоянии Даже ходить И как много Они были бы Готовы отдать За возможность Пробегать По 5 километров Каждый день Улучшайте Наш мир Когда вы достигаете Всего Чего намеревались Достичь Вы можете Использовать Свой успех Чтобы совершать Изменения в мире Или в жизни Отдельных людей Десятая причина Вы Заслуживаете Счастья Никогда не позволяйте Никому Говорить вам Противоположное Вы заслуживаете Счастья И заслуживаете Успеха Сохраняйте Этот настрой И никогда Не сдавайтесь Пока не достигнете Своего пункта Назначения Одиннадцатая причина Вдохновляйте Других Служите Источником Вдохновения Для других Отказываясь Сдаваться Кто знает Чего может Достичь Кто-то другой Из-за того Что вы Сами Никогда Не сдавались И тем Самым Вдохновили Других Не сдаваться Двенадцатая И последняя Вы уже Так близко Зачастую Когда вы Чувствуете Что хотите Сдаться Вы находитесь Так близко К тому Чтобы сделать Огромный Прорыв В любой момент Своего времени Вы всегда Находитесь Лишь На волосок От успеха Двенадцать причин Никогда Не сдаваться Я выгружу их На днях В группу Никогда не сдавайся Вы можете Перечитывать их Вот Но я Все что я хочу Послушайте Целеустремленный Человек Никогда Никогда Не сдается Даже если Он сделает Тысячу Ошибок Он все равно Сделает Тысячу Первую Пробу Чтобы добиться Успеха И я хочу Чтобы вы просто Верили в мечты Которые живут В вашем сердце Не слушайте Окружающих Которые говорят Что у вас не получится Не слушайте Никого Слушайте Своё сердце Которое Никогда Вас не обманывает Вспомните Свои детские мечты Вспомните О чем вы мечтали Кем вы хотели быть Но Общество Странсформировало Ваши мечты Во что-то непонятное И я хочу Каждому из вас Сказать Я верю В каждого из вас Вы рождены Победителями Вы рождены Чемпионами И в вас Заложен Потрясающий Потенциал Чтобы изменить Этот мир Чтобы сделать Этот мир лучше Чтобы сделать Этот мир ярким Работайте Над своим Мышлением Работайте Над своими Мыслями Потому что Мысли Это То как вы Мыслите Это то Кто вы есть И ваше мышление Ваш менталитет Он поменяет Наше общество Он поменяет Наш мир Наше окружение И так далее И завтра У нас будет Встреча 7 7 В антикафе Не не кафе В орбите В орбите Мы тоже Сможем близко Пообщаться С каждым Из вас Еще Сможно Получить Пару волшебных Пинков Лично От меня И там Будет Два Руслана И еще Они вообще Крутые Пинки Дают Они сегодня Ездивались С ним На весь день Я не спал Два дня Уснул Они записали Видеоблог Смотреть Идей Вздался И теперь Меня шантажируют Что они Выпозят В YouTube Знаете У американцев Есть такая фишка Кто-то там Нос сломал Руку сломал Ударился И они кричат YouTube Вот сегодня Было так же Вот а сейчас У нас Если вы фотографируете Кстати В Instagram И так далее У нас есть Хэштег НВГВПКЗ Да А? Как? НВГВПКЗ Никогда не сдавайся К КЗ А дальше у нас Программа Продолжается Спасибо за внимание Давайте другого Аплодисменты Аплодисменты